Эти юные кадеты сегодня спешат к мемориалу неизвестного солдата, дабы отдать дань памяти воинам, не вернувшимся с полей сражений, с войны, которая унесла жизни миллионов советских людей. Из Полевского на фронт ушли 8745 человек, не вернулись 3295 наших земляка. Сегодня же в Полевском проживает только 19 ветеранов Великой Отечественной войны. Подвиг этих людей мы должны помнить вечно, передавая эту память из поколения в поколение. Это очень важно, чтобы наши дети, я считаю, с дошкольного возраста помнили о том, особенно 9 мая 1945 года, что день победы, потому что времени проходит достаточно много уже, 74 года, некоторые забывают даже об этом событии. Ну и вот мы хотим, чтобы дети помнили о нашей родине, о наших предках, о том, какой ценой досталась нам данная победа. Ольга Клюева – педагог детского сада номер 70. В этом году ее воспитанники и выпускники, но несмотря на свой юный возраст, четко знают, что такое патриотизм. В их образовательном процессе в преддверии 9 мая неотъемлемая часть – это викторины и конкурсы о Дне Победы и Второй мировой войне. Совместно с родителями они регулярно приходят к памятнику неизвестному солдату, читают упавшим воинам стихи и возлагают цветы. Что такое День Победы? Это праздничный салют. Фейерверк взлетает в небо, рассыпаясь там и тут. Мы делаем это уже не первый раз. 22 июня мы здесь были. У нас постоянные собрания, квесты. Они и нормы ГТО регулярно сдают. И на Зорнице мы были. После возложения цветов ребятишки нашли на мемориале имена фронтовиков-однофамильцев и своих прадедушек. Некоторые из детей признали, что вместе с родителями 9 мая прошлись с портретами своих защитников в бессмертном полку.